А вы только командуйте, когда переключать. Здравствуйте. Я как раз хотел сказать, я сочувствую Тамаре, она уже устала к концу очень интересной конференции, но мне нужна будет ее помощь со страничками, потому что в прошлый раз, когда я пытался показать свой собственный экран, у нас произошел сбой. Ну, итак, давайте к теме. Я представляю нашу школу классической астрологии Вайсберга. Мы учим с самого нуля, и более того, я очень люблю иметь дело со скептиками, теми, кто не верит в астрологию, кто считает, что это самое древнее заблуждение человечества и так далее. Ну, ровно где-то, ну, давайте так, через месяц, это я с запасом, обычно скептики превращаются, ну, в интересующихся этим предметом людей. И сам я, ну, несколько слов. Тамара, если можно, следующую страничку, я просто, что мне следить. А, ну, это я, это приветствие, можно следующую. Не будем тратить уже время на приветствие. Это короткая профессиональная моя биография. Ну, я думаю, что в настоящее время я президент и ведущий преподаватель школы классической астрологии Вайсберга. Ну, занимался я, как вы видите, далеко не только астрологией. Я и, так сказать, у меня есть ученая степень в технических науках. Ну, и патенты в электронике, в системах вооружения, в выращивании кристаллов, полупроводников. Ну, и еще в чем-то, так сказать, там были параллельные вещи. И обычно, последние уже довольно много лет я занимаюсь достаточно сложными проектами, где, пожалуй, самостоятельно я бы с ним просто не справился. Потому что нужны узкие специалисты в тех областях, в которых приходится работать. И, например, математики, сильные программисты, статистики, чтобы те идеи, которые рождаются, быстро проверять, ну, а дальше делать поправки и так далее. Но сегодня для доклада я выбрал очень простую тему. Очень простую тему. И хотел показать, что даже элементарные знания астрологии на самом начальном этапе практически каждому из присутствующих здесь, они, ну, стопроцентная вероятность, если говоря, они есть. Иначе вы, наверное, не пришли бы уже на эту конференцию. Вы можете находить очень интересные вещи в старых и, казалось бы, давно известных вещах. Если можно сейчас страничку 5. Нет, это следующую. Вот эту страничку я очень люблю. Это митинг, митинг астрологов, которые докладывают что-то, указка как раз на знак Скорпиона, что-то докладывает королю. Вообще-то, говоря, то, чем мы сегодня занимаемся, и то, что прекрасно организаторы этой конференции организовали, это что-то очень похожее. Единственное, что астрологи докладывают не королю, а всем вам. И вторая вещь, что не обязательно кому-то сидеть вот на этих ступеньках выше. Мы на одном уровне, мы занимаемся одним и тем же делом, и, по-моему, это главное, что позволяют делать эти конференции. Это очень-очень полезная вещь, и я искренне благодарен авторам за то, что они уже довольно последовательно этим занимаются. И вот. Ну, а теперь к теме. Значит, следующая страничка, это пятая у нас, по-моему, да? Значит, здесь моя афетика, созданная много десятилетий назад, когда я был совсем-совсем молодым. Вот примерно как Александр Александрович на том снимке, который был рядом с его красивыми картинками. Вот когда он у меня тоже занимался, он один из моих студентов. Мне первым. Это где-то был, по-моему, 91-й год. Но, как вы видите, Александр Александрович имеет очень длинную историю в астрологии. Просто сейчас приятно вспомнить. Итак, в этой табличке, в этой табличке, наверху это знаки Зодиака, а под ними это иерархия планет в каждом знаке Зодиака. Эта табличка позволяет узнать сравнительную силу любой планеты в каждом знаке Зодиака. Сегодня нас будет интересовать только верхняя ее строка, а именно планеты, которые находятся в собственных знаках Зодиака или, иначе говоря, в собственных обителях, как бы в собственных домах. Единственное, что слово «дом» в астрологии занято другим термином и играет роль другого термина. И поэтому я все-таки буду вместо «дома», который это слово употребляли средневековые астрологи, и они очень часто делали объяснение именно исходя из бытовых особенностей жизни и так далее. И мне кажется, это очень продуктивно. Но все-таки я буду говорить слово «обитель», чтобы не повторять одно и то же слово в совершенно разных значениях. Итак, мы знаем, что самая сильная планета в Овне – это Марс, но, разумеется, и Плутон за его плечами весьма силен здесь. То есть в Тельце, Венера, в Близнецах, Меркурии и так далее. Я не буду перечислять все здесь общеизвестные вещи. И возникает вопрос. Первое. Мы знаем, что средневековая астрология – это золотой век астрологии, где-то примерно, ну, я бы так сказал, с 4 по 9 века нашей эры, а если поуже, то с 6 по 9 – это пик, в общем-то, такой, ну, действительно, золотой век астрологии. Так вот, одно из общепринятых утверждений очень просто. Когда планета максимально сильна, а максимально сильна она в своей обители, она наиболее рационально реализует все свои свойства, как в любых ситуациях, в том числе и в характере человека. И я задал вопрос, а вот как система 12 знаков зодиака описывает человеческую популяцию на Земле? И здесь есть два направления. Первое. Есть ли между знаками, ну, какие-то не особенности, а особенности есть у каждого знака зодиака. А вот кроме того, что этот знак зодиака, есть ли у него какие-то отличия от других знаков зодиака с точки зрения дополнительных способностей, кроме ведущей планеты? И первый вопрос, который возник, ну, какие планетарные свойства мы чаще всего используем в обыденной жизни? Разумеется, Солнце и Луну, это очевидно. Причем Луна, она как бы ближе к центру человеческому. Солнце – это уже как бы второй уровень. Ну, по уровню я пару слов скажу, чтобы нам было немножко понятнее. Значит, я ввел систему уровня тоже очень давно. Она, в принципе, очевидна из описания знаков, но есть система ее вывода, и я просто сейчас не имею времени показать, как это сделано. Первые четыре знака, они наилучшей степени описывают то, что находится близко к человеку. Это его семья, это он сам, это его соседи, близкие, родственники, но не семья и так далее. И, так сказать, его движимая собственность. Вот это люди, у которых доминируют эти четыре знака. Их интересует, их не интересует, скажем, что будет с нашей Вселенной через два миллиарда лет. Это их вообще не волнует. И что было сто лет назад, ну, тоже так, в меру, если это их не касается. То есть это узкий круг конкретных интересов, и по времени тоже он не так далеко удален. Второй уровень – это от Льва и, включая, Скорпион. Эти четыре знака, те же четыре первоэлемента. Этот уровень существенно более широкий, и он охватывает уже и какие-то социальные группы людей вокруг конкретного человека. И без этих групп охватить более широкий, так сказать, и в пространственном смысле, и во временном смысле, весьма трудно. То есть здесь обязательно какое-то включение, какие-то контакты с различными социальными группами. И, наконец, третий уровень, он не имеет границ ни с точки зрения пространства, ни с точки зрения времени. Ну, например, дружба по Водолею, он может сказать так, ярко выраженный Водолей, что мой лучший друг Аристотель, потому что вот его взгляд на мир мне близок. А то, что он жил, мягко говоря, не во время этого Водолея и совсем не там, где же это, это его совершенно не волнует. Так вот, три уровня. Так вот, в первом уровне наиболее ярко выраженные планеты Меркурий, Венера, Луна, Марс и, как мы видим, Плутон, потому что он весьма силен в Олне. И вопрос первый. А вот может ли любой знак Зодиака иметь максимально выраженный Меркурий? Сразу делаю оговорку. Это не значит, что максимально выраженный Меркурий – это обязательно умный человек. Но это значит, что это очень важный фактор для того, чтобы человек владел и анализом, и контактами, и быстрым восприятием информации и так далее. И теперь пару слов, так сказать, информации из астрономии, которую, вообще-то говоря, на этом уровне все мы знаем. Итак, Меркурий движется по внутренней орбите, орбите вокруг Солнца, и поэтому, наблюдая его с Земли, он не может далеко отойти на эклиптике от Солнца. Максимальное его удаление от Солнца – это 29 градусов. В одну сторону – 29, в другую – 28. Так вот, что это значит? Я беру знак Зодиака Овен для примера, и спрашиваю себя, а может ли любой Овен иметь максимально сильно выраженный Меркурий? И смотрю, значит, если 29 градусов максимальное расстояние, значит, в каком бы участке Солнца Овна не находилось, в первом градусе Овна или в последнем градусе Овна, в любом случае, Меркурий может быть только в трех различных знаках Зодиака. Он может быть в самом Овне, он может быть в рыбах, и он может быть в тельце, и нигде больше. Внимательно посмотрели, ни в одном из этих трех знаков Меркурий не является в своей обители, а значит, ни один Овен на Земле, когда бы он не родился, не может иметь максимально выраженный Меркурий. По-моему, сам по себе этот факт любопытен. Идем дальше. Ну, следующий знак для примера. Телец. У тельца, Меркурий может находиться, у любого тельца опять же, Меркурий может находиться в Овне, в самом тельце и в близнецах. Посмотрели, ага, в близнецах у нас, у нас Меркурий максимально сильный, значит, теоретически телец может иметь максимально выраженный Меркурий. Но, разумеется, не все тельцы, а только треть из них, потому что Меркурий, так сказать, имеет, условно говоря, выбор из трех знаков, поэтому примерно 33% тельцов может иметь сильный Меркурий. Если мы пройдем, так сказать, по этой же теме немножко, да, и это можно повторить для каждого знака, а теперь, если можно, страничку, я сейчас скажу, давайте страничку 9, давайте страничку 9 посмотрим. Ну, это уже можно пропустить, это можно пропустить. Вы командуете, потому что я-то здесь номера не вижу, у меня во весь экран открыт. А, ой, понял, понял. Вот тогда... Это не или нет. Вот это, да, это очень хорошее, да, совершенно правильно. Хорошо. Я тогда буду в порядку. Спасибо большое. То есть мы сейчас докладчики, поэтому одному мне было бы трудно справиться, потому что там есть некоторые цифры, но, с другой стороны, у меня есть цифры и передо мной. Итак, вывод, если мы пройдем вот по всем этим знакам зодиака, точно так, как я показал, оказывается, что все овны, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбы, в какую бы эпоху они ни родились, не могут быть носителями максимально выраженных меркурианских свойств. Около 33% людей из знаков, только из знаков, телец, близнецы, рак, лев, дева и весы имеют ярко выраженные меркурианские свойства. Если говорить о всей популяции Земли, о всех людях на Земле, а я думаю, что вы все понимаете, что ни одного человека вне знаков зодиака на Земле не родилось и никогда не родится. То есть, эта система описывает абсолютно все. Это полная, как бы, описательная система. Так вот, примерно 16,5, ну, 16,6 десяток, ну, в общем-то, это достаточно точное округление, 16,5% обладает, из всех нас, обладают максимально выраженными меркурианскими свойствами. Например, это просто для уж совсем новичков. Повышенной контактностью, подвижностью, любопытством, способностью к сбору и анализу информации и способностью максимально успешно вести торговые операции. Разумеется, это я просто оговорку делаю, не всеми из этих качеств одновременно, так как у некоторых будут доминировать, скажем, свойства меркурия в воздухе, а именно близнецовские, да, а у кого-то земные, а именно меркурий в деве. Но, тем не менее, сильный меркурий есть у 16,5% людской популяции. Давай теперь к следующей картинке. Тамара, спасибо большое. Теперь о Венере. У нас только две планеты имеют внутреннюю орбиту относительно Земли. И только эти две планеты не могут далеко уходить от Солнца. Венера по тем же причинам, потому что для земного наблюдателя они все время привязаны к Солнцу. Венера, так же, как меркурий, привязана к Солнцу, но единственное, ее орбита внешняя по отношению к меркурии, и он может уходить от нее на 48 градусов. Ну, вообще-то говоря, это называется элангация, если так термин. На 48 градусов. Это значит, что любой из, значит, что любой из знаков зодиака, его Венера может находиться в этом же знаке зодиака, где находится Солнце, да, а также в двух соседних и в двух через один, то есть в двух знаках перед этим и в двух знаках после. 48 градусов позволяют это делать. Например, у Овна Венера может оказаться либо в Овне, либо в Водолее, либо в Рыбах, либо в Тельце, либо в Близнецах. Так как Венера хозяйка Тельца, то у некоторых Овнов Венера может обладать максимально возможной для этой планеты силой. Продолжив эту исследование для всех знаков зодиака, мы увидим, что максимальная сила Венеры не может быть достигнута всего у двух знаков зодиака, Козерога и Водолея. А у всех остальных может. Ну, я думаю, что те, у кого в семье много Козерогов и Водолеев, понимают, что находить с большинством из них компромиссы, задача не самая легкая. Я это знаю на собственном примере, потому что моя семья просто полна Водолеями на всех возрастных уровнях. И здесь у меня, можно сказать, есть личный опыт, который доказывает это, ну, в кавычках, открытие. Теперь о популяции. Около 20% популяции, состоящей из остальных 10 знаков зодиака, вполне могут иметь выраженные свойства Венеры. То есть из всех остальных знаков только 20% из них может иметь сильную Венеру. А если говорить о всей популяции, то только 16,5% из них обладает максимально выраженными венерианскими свойствами. Например, элегантностью, адекватной практичностью и бережливостью, умением найти разумные компромиссы и чувством вкуса. Ну, опять же, земные и воздушные качества Венеры могут быть распределены примерно поровну между ними. Ну, как мы видим, в любой популяции, во всей популяции Земли число людей с максимально выраженной Венерой и с максимально выраженной Меркурией одинаково и составляет около 16,5%. Если можно, следующую страничку. Спасибо большое, Томат. Теперь есть знаки зодиака, которые потенциально могут иметь одновременно и меркурианские, и венерианские свойства максимально выраженными. И такие знаки, их только четыре. Это телец, близнецы, дева и весы. Разумеется, не все из этих знаков, но некоторый процент его не очень легко посчитать, и, собственно, это не является ведущей целью. Но только эти знаки и никакие другие, ни один из восьми других за всю историю человечества не имели одновременно максимально выраженных Меркурия и Венеру. Ну, теперь, если можно, следующую страницу. Ну, Луна и Марс. Луна и Марс, почему их объединил? По простой причине. Все остальные планеты, кроме Меркурия и Венеры, они имеют внешние орбиты по отношению к Земле, либо вращаются вокруг Земли совершенно независимо от положения Солнца, как Луна. И поэтому они не имеют никакой конкретной привязки к конкретному знаку зодиака. У любого знака зодиака любая из планет может находиться где угодно. Может быть сильная, может быть слабая и так далее. Здесь нет какой-то привязки. Ну, теперь уже несколько слов давайте о лунных свойствах, весьма важных для людей, для поддержания, так сказать, нашей популяции и так далее. Луна обладает максимально выраженными свойствами, находясь только в одном знаке зодиака, это рак. Поэтому максимально и адекватно выраженными качествами Луны, а именно осторожностью, эмпатии, то есть способностью уловить и понять эмоции других людей, желанием и умением поддерживать семейные традиции и сохранять семейный очаг постоянно теплым, обладает только 8,3% людей, то есть одна двенадцатая часть человечества и все. Ну, здесь я хочу сделать такую заметку. Среди нас, наверное, есть люди, кто хотел бы найти себе партнера, обладающий именно этими качествами, как среди мужчин, так и среди женщин. Так вот, это нелегкая задача, потому что вот такая Луна, она осторожна, она не самодемонстративна, и чтобы понять, что она именно такая, ну, нужно достаточно близко познакомиться с этим человеком. В глаза эти свойства не кидаются, поэтому для тех, кому хочется, тем, кому хочется вот иметь такого партнера, предстоит нелегкая и неспешная работа. Марс. Марс обладает максимальной силой в двух знаках, в Овне и Скорпионе. Опять же, около 16,5% всех людей на Земле обладает повышенной, но адекватной агрессивностью, стремлением к борьбе и победе, быстротой реакции, умением рискнуть там, где риск оправдан. Да, умением рискнуть, но в оправданный риск. Хорошо. Следующая страничка, если можно. Теперь Солнце. Тамара Ислема. А, вот, отлично. Ну, Солнце, как и Луна, максимальной силой достигает в своем собственном знаке зодиака лев. И опять же, таких людей только 8,3%, так как оно хозяин только одной обители своей собственной. У него нет второй обители, как у Луны. А значит, таких людей только 8,3%, как и лунных. То есть, это ярких, артистических, творческих, одаренных, самовлюбленных и притягивающих к себе внимание других людей. Так вот, если людей с лунными качествами максимально выраженными найти нелегко, это тяжелая работа, то вот найти ярко выраженных людей, у которых столь сильное солнце, совсем нетрудно. Но задача здесь другая. Доказать, что вы достойны стать партнером такого яркого, солнечного человека. Ну, и вообще-то говоря, вы должны быть готовы к тому, что первая роль в вашем союзе будет принадлежать не вам. Ну, здесь есть, конечно, исключения. Конечно, это общие вещи. Ну, например, я работал с одной семьей давно, достаточно известных людей, и жена отказалась от своей карьеры, которая, так сказать, артистической карьеры, которая была достаточно успешной, а муж, он, ну, скажем так, был достаточно известен. И потом как-то так получилось, что он перестал получать роли и ушел. Как они до этого жили? Он был львом снаружи семьи. Когда они куда-то выходили, он был главным, а жена скромно тоже львица держалась за ним. Но когда они приглашали людей домой, то здесь он был только на подносе посуды. Вот жена здесь играла роль главной львицы. Он всячески подыгрывал этой роли. А потом, когда он потерял свою возможность проявлять себя вовне, это естественная потребность, не то, что я хочу, нет, это просто необходимость для самореализации. Он потерял эту возможность, он стал львом в собственной семье. Но жена, они оба были очень неглупые люди, это не всегда бывает, но в данном случае это их спасло. Она ушла преподавать в театральную студию в дворец пионеров. Ну, или как-то он там иначе назывался. И опять же для детей, любой взрослый, а тем более талантливый взрослый, который это прекрасно делает, это божество. И таким образом, опять же, они разделили области самореализации в разных местах. В одной им бы было не ужиться. Это просто как бы так попутно. Идем дальше. Итак, как вы видите, людей с сильным солнцем и с сильной луной вдвое меньше в нашей популяции, чем людей с сильным Меркурием или с сильной Венерой. Теперь поговорим о Юпитере. Если можно, Юпитер. Здесь возникает новое измерение, и оно позволяет сделать и кое-какие прогнозы на будущее. А именно, Юпитер и все остальные планеты, Сатурн и так по Плутон, они имеют долгопериодические орбиты. То есть, их седерический период для Юпитера 12 лет. Собственно говоря, все мы знаем. И вот немножко о цифрах. У Юпитера, опять же, у сильного Юпитера есть два знака, где он очень силен. Это, разумеется, стрелец и рыбы. И, опять же, два знака из 12, это те же 16,5%. Поэтому сильных юпитерианцев у нас столько же, сколько, так сказать, сильных меркурианцев и венерианцев, если угодно их так называть. Но здесь кое-что уже возникает новые отрезки смысла. С конца декабря 2021 года и по май 22 года, находясь в рыбах, он одаривает всех людей на Земле, всех без исключения, сильно выраженными юпитерианскими качествами, умением находить общее в частном, интересным путешествиям и знакомству к культурам других народов, отличным от собственной сострадательностью и желанием помогать страждущим. Все эти люди практически ровесники. И, опять же, так как есть здесь явный интерес к путешествиям, казалось бы, вот именно в этот период времени туристическая как бы область человеческой деятельности должна цвести, но, как мы знаем, она отнюдь не не цвела. Почему? А потому что вот в этот период времени, в этот период времени, это еще люди только родились, они начнут путешествовать лет через 20. Вот это молодежь, которая имеет этот период. Следующая генерация таких людей появится на свет спустя 8 лет, когда Юпитер войдет в знак зодиака стрелец. В это время Юпитер опять будет проходить знак это повторение стрелец, и, так сказать, вот подобные юпитерианские, скажем, рост количества людей с ярко выраженным Меркурием будет повторяться иногда с периодичностью в 2 года, а иногда с периодичностью в 8 лет. Ну, для турагентства это кое-какие, скажем, для раздумий, как планировать, сколько денег вкладывать и так далее. С периодичностью в 2 года это неплохо, а вот 8 лет это уже надо быть немножко более осторожными. Ну, опять же, таких людей у нас 16,5%. теперь следующий, следующий, это, спасибо большое, это Сатурн. Ну, седрический период 29,5 лет, один знак, он проходит примерно за 2,5 года, но мы должны учитывать, что Сатурн проявляет максимальные свои, так сказать, свойства в двух знаках, которые находятся рядышком, это Козерог и Водолей, поэтому весь этот вот путь он проходит примерно за 5 лет. Он может занимать, значит, опять же, ни у одного знака Зодиака здесь нет преимущества, у всех знаков Зодиака он будет одинаково сильным или не очень сильным в зависимости от периода времени. Ну, пятилетний период я отметил, и у людей, которые родились в период этих пятилетних периодов есть приверженность традициям, стратегичность мышления, упорство в достижении поставленных целей и уважение к закону, некий пиетет к закону. Идем дальше. Теперь нас будет интересовать Уран. Я, так сказать, тогда свои странички-то отложу. Значит, Уран. Вот, вот, вот. Значит, да, если можно предыдущую страничку еще на одну секундочку. Ага, вот. Теперь есть еще одна. Предыдущая генерация, это уже важно, подобных людей пришла, то есть молодежь нас сейчас не очень, они маленькие, собственно говоря, они, так сказать, никакого собственного вклада в культурную и в политическую жизнь нашего мира еще, их возраст не превышает шести лет. вот здесь, когда Сатурн находился в рыбах, да, с конца семнадцатого и по начало двадцать третьего года, они не старше шести лет, это дети. Предыдущая генерация подобных людей с сильным Сатурном пришла в Зижне с 1988 по начало девяносто четвертого года. сегодня этим людям от двадцати девяти до тридцати пяти лет. То есть, они находятся во вступлении, ну, скажем так, они во втором, третьем, втором эшелонах от верховной власти практически в любой стране и в любой популяции. Идем дальше, идем дальше. Следующее, спасибо. Ура! Период обращения восемьдесят четыре года. Сейчас, в конце двадцать третьего года, ну, уже, можно сказать, в начале двадцать четвертого. Уран находится в знаке зодиака телец. Знаки владения те же самые, но козерог и водолей, но он проходит один знак примерно за семь лет, поэтому период, в течение которого у всех людей на земле очень ярко и сильно выражен уран, это четырнадцать лет. Люди, родившиеся с конца восемьдесят восемьдесят восьмого и по конец двадцать третьего года, когда уран проходил по знакам, так сказать, козерога и водолея, в полной мере обладают максимально выраженными свойствами, которых одаряет уран. Этим людям сегодня от двадцати до тридцати пяти лет, очень похожий возраст уже был, потом мы все это объединили. Они способны к принципиально новому взгляду на все происходящее на земле и за ее пределами, прорывом в научном знании, политике, искусстве, средствах коммуникации и многом другом. Вновь в знак своего владения козерога и водолей уран войдут лишь в конце семьдесят второго года. Люди, родившиеся в этот период времени, опять же, будут максимальными ураньянцами, но, как вы понимаете, срок нашей жизни не всем из нас позволит увидеть, что они уже будут творить в этот период времени. Идем дальше. Следующее у нас, соответственно, Нептун. Период обращения около ста шестидесяти пяти лет, в одном знаке около четырнадцати лет. Нептун силен в двух знаках, опять же, там же, где Юпитер, в Стрельце и в Рыбах. И, опять же, сильных нептунянцев, казалось бы, в нашей, в любой генерации людей должно быть шестнадцать с половиной процентов. Но, мягко говоря, это не совсем так. В Рыбы Нептун вошел в 2011 году и покинет этот знак своего владения, где он имеет максимальную силу, в следующем двадцать пятом году. Возраст этой генерации людей не превышает двенадцати лет. Опять же, они не могут еще в силу своего возраста влиять на жизнь на Земле. Но предыдущий знак своего владения Стрелец Нептун проходил с 70-го по 1984 год. Сегодня людям, родившимся в этот период времени, от 39 до 53-х лет. И это возраст синтеза, как бы рассвет человеческой личности, это пик физического, интеллектуального, эмоционального развития человека, а также и образования, и жизненного опыта. Разумеется, физически люди от 35 до 53-х лет будут отставать от 20-30-летних, но у тех нет жизненного опыта, нет той позиции, которую занимают эти люди. И вот именно так, как это вершина, я бы сказал, человеческого возраста в наше время, то именно они и направляют жизнь в данный момент, направляют жизнь на всей Земле, это не касается отдельных стран, это общая публикационная вещь. Значит, им близки идеи гуманитарной помощи обездоленным, борьбы с потеплением климата и сохранением природных ресурсов Земли, при этом вместо четких объективных расчетов в основу действий часто становятся эмоциональные решения и мифологемы, часто или собственные желания, представления прекрасного мира и так далее, но они часто не основаны на объективной оценке реальности, поэтому далеко не всегда достигаются ожидаемые результаты. Ну, те, кто, так сказать, знаком с новостями, понимают, что этот процесс идет уже последние лет 5-6, то есть, когда вот людям с верхней, так сказать, возрастной категории было, ну, скажем, одним-четыре, было 49, все равно многие из них уже были, так сказать, на вершине или вступали в эту политическую, ну, и бизнес-вершину, если угодно. Следующую страничку, если можно, спасибо, Плутон, ну, здесь вообще 250 лет, опять же, он силен в двух, в двух знаков зодиака, это Овен и Скорпион, и опять же, плутонианцев должно быть 16,5%, но это, увы, не так. В какие-то периоды времени их вдвое меньше, их вдвое меньше, их, ну, я бы так сказал, практически никогда не бывает 16,5%, скорее их где-то в районе 8%, то есть, то же, как Солнце и Луны. Почему это происходит? А потому что периоды между входом Плутона в два знака как бы своего владения то 80 лет, то 130 лет, ну, и условно говоря, до того, как возникает новая генерация, не все из них доживают, а когда перерыв между двумя знаками 130 лет, получается интересная вещь, что вообще может на земле, на всей земле не быть ни одного человека, ну, или считанные единицы, возможно, мы будем жить скоро намного дольше, будем оптимистами, но при настоящей ситуации на всей земле может быть считанные единицы плутонианцев, то есть это может быть уникальная способность. В Скорпионе Плутон в последний раз находился с конца августа 1984 года по середину 1995 года, сегодня этим людям от 28 до 39 лет. Ну, а теперь как бы соберем все вместе, если можно, я просто свел на одной страничке все, о чем мы только что говорили. Итак, людям с максимально сильно выраженным Сатурном сегодня, ну, именно сегодня, от 29 до 35 лет. Людям с максимально сильным Ураном от 20 до 35 лет. Видите, они почти перекрываются. Людям с максимально сильным Нептуном от 39 до 53 лет. и людям с максимально сильным Плутоном от 28 до 39 лет. Люди 39 летнего возраста одновременно, именно очень узкая такая прослойка людей, одновременно обладают максимально выраженными как свойствами Нептуна, так и Плутона. из этих людей это только из Плутонианцев это где-то только 9 из Нептунианцев только 9 процентов в дополнение к сильным Нептуном и тех встремлениях, о которых мы говорили, есть еще и способности Плутона, то есть, как бы влиять на большие массы людей и проталкивать свои идеи. Люди в возрасте от 25 до 35 лет одновременно имеют ярко выраженные свойства Сатурна, Урана и Плутона. Одновременно все эти люди, я подчеркиваю, это не какое-то, они принадлежат любым знаком Зодиака, но все из них одновременно имеют сильный Сатурн, Уран и Плутон. Следующая страничка, если можно. Спасибо большое. Итак, короткие выводы о нашем будущем. Отсюда можно сделать и я думаю, что каждый из нас пришел бы к очень сходным. Итак, сегодня, в конце 23-го, начале 24-го года у власти нептунянцы. Их возраст до 53-х лет. Примерно 9% из них обладает и максимально сильным Плутоном. Возраст расцвет человеческой личности, пик физического, интеллектуального, эмоционального развития. Именно эта генерация людей сегодня пытается проводить в жизнь идеи гуманитарной помощи обездоленным, сохранение природных ресурсов, равенства всех полов, национальности. Сейчас у нас полов, по-моему, до 64-х. Вот все эти идеи такие немножко нептунианские. Они размывают старое, как бы стремятся размыть старые культурные ценности и так далее. Ну, борются с аномальным потеплением климата, не всегда адекватными, так сказать, методами. И все это, собственно говоря, мы видим вокруг нас и уже, так сказать, это полная очевидность. Особое внимание уделяется водным ресурсам и логистическим операциям мирового масштаба. Но это тоже, я думаю, вы уже просто из новостей видите. При этом вместо четких и объективных расчетов, как я уже, я уже не буду повторяться, результаты далеко не всегда соответствуют, ожидаем. В ближайшие 10-20 лет постепенно они будут вытеснены людьми, у которых одновременно максимально сильны Сатурн, Уран и Плутон. Одновременно. Им свойственно, я подчеркиваю, одновременно приверженность традициям, стратегичность мышления, упорство в достижении поставленных целей и уважение к закону. Они способны к принципиально новому взгляду на все происходящее на Земле и за ее пределами, прорывом в научном знании, политике, искусстве, средствах коммуникации и многом другом. Эти люди обладают даром влияния на толпу, заряжая ее своей энергией, силой воли и эмоциями. Они способны пойти на смертельный риск, умеют манипулировать другими людьми, действуя скрыто и продуктивно. Если можно, следующую страничку. Спасибо. Именно эти люди, принадлежащие ко всем 12-ти знакам Зодиака, продолжат и завершат кардинальные изменения нашего мира. Им предстоит создать и построить новую социальную архитектуру нашего общества, закрепить ее новыми традициями и законами, это Сатурн. Они способны, то есть система закона, в том числе международных и внутри стран, она должна быть новой, она не может не измениться. Они способны к принципиально новому взгляду на все происходящее на Земле и за ее пределами и создадут природы, прорывы в научном знании, политике, искусствах, средствах коммуникации и многом другом. Это уран. при этом эти люди способны пойти на смертельный риск, умеют успешно манипулировать толпой, действуя скрыто и продуктивно и добиваясь реализации поставленных целей. Это плутон. Ряд из перечисленных изменений будет происходить путем резких кратковременных изменений. Это уран. и здесь ну это гипотеза сейчас я пару слов еще скажу о предыдущем. Мы видим, что понимаете, вот это не одна генерация заменит другую. То есть как бы подрастает генерация вот тех, кто немножко помоложе, они постепенно вытесняют скажем предыдущую генерацию и обеспечивают ну скажем так постепенное изменение парадигмы развития человечества. И наверное это был бы оптимальный вариант. Если бы уран у этих же людей не был бы столь резко выражен. И здесь уже к сожалению или к счастью я уже я предоставляю вам это решить возможны революционные то есть резкие смена ну скажем правительств глобальных парадигм и когда еще висит Плутон то мы вообще-то говоря сейчас живем в таком неоднозначном мире есть две парадигмы постепенные скажем а это неизбежно скажем победа вот предыдущего над старым над некими такими мифологенами идеями что все должны быть равны идеями что все замечательно и так далее увы реальность в том числе физическая реальность географическая и так далее не соответствует этим прекрасным ожиданиям и вот либо это будет постепенное такое выжимание предыдущих людей наверху новой генерации либо это может быть и резкие изменения ну добавлю это уже конечно не на этом уровне что для нас ожидать что мы увидим реальные контуры будущего в этом году было бы слишком оптимистично только первые контуры уже того что реально может развиваться дальше и куда мы пойдем будут видны не раньше второй половины двадцать пятого года только тогда начнут просматриваться какие-то новые ну скажем так вот за горизонтом куда мы идем какие-то либо горы либо там водные пространства начнут просматриваться до этого это будут колебания вперед и назад ну те кто и опять же это для тех кто занимается прогностикой и вот здесь гипотеза которая мне кажется уже просто сегодняшняя жизнь эту гипотезу подтверждает а именно что глобальные изменения в человеческом обществе именно в человеческом обществе не в природе соответствующие транзитным положениям медленных планет будут происходить запозданием равным периоду взросления поколения родившегося при этих транзитных положениях то есть мы видим среди нас есть среди этишек есть и сильные там люди с такими-то свойствами они еще дети они не имеют власти а вот все-таки изменения в человеческом обществе проходят проводятся людьми и поэтому это люди которых эти качества вшиты в их природу и поэтому они могут реализовать себя не в тот момент когда планета указывает на эти изменения а с задержкой на взросле на период взросления поколения ну что ж друзья на этом я закончил если у вас есть вопросы с удовольствием на них отвечу так ждем вопросов уважаемые слушатели можете включать микрофон задавать если что я пока зачитаю комментарии с чата первый комментарий у нас от Сан Саныча Острогора он говорит да я учился и дружил с Виталием Александровичем считаю его лучшим учителем и этот комментарий собрал лайки я очень благодарю Сан Саныча за комплимент действительно мы очень давно познакомились и так сказать вместе привержены тому и той же области человеческого знания в настоящем это приятно это приятно и занимаемся популяризацией астрологии да это очень важно у меня нет большого оптимизма что это прямо сразу войдет но я просто отвлекусь и Александр Саныч наверное это знает что не на виду астрология внедрена в целый ряд областей человеческого знания на и в ряд вещей вкладываются существенные деньги а это в общем-то залог некоторого успеха но официально этого не будет сказано так же как это не было сказано в 1989 году когда было разрешено называть то есть сняли запрет официально с астрологии это был 1989 год и мне повезло я как бы ну просто я рассказываю это приятные воспоминания одна из моих учениц она принадлежала как у нее дома занимались тогда эта астрология была восьмидесяток запрещена и она мне сказала Виталь ты знаешь вот один человек хочет с тобой поговорить я говорю ну очень с удовольствием почему же нет ну приезжай ко мне на дачу я приехал значит захожу и немножко если говорить мягко удивился потому что я этот человек узнал по газетным так сказать фотографиям это был советник Горбачева Владиславлев вот такая вот вещь я интересовала работает астрология не работает она о другом говорит вот твое мнение что будет если ее разрешить и я не стал из себя играть так сказать большого так сказать астрология просто знаете мне астрология для этого не нужна я совершенно уверен что если ее разрешить то в течение нескольких лет будет резкий подъем интереса резкий подъем интереса, а после этого наступит постепенный спад до того уровня, как она сейчас на Западе, а я уже тому времени был в курсе, так сказать, были, вот, и я не думаю, что мое мнение было решающим в этом разрешении, но, по крайней мере, вот я участвовал, и где-то через несколько месяцев, по-моему, после этого, появилась первая статья в журнале «Наука и религия», не ругательная об астрологии, а может быть, в этом что-то есть, вот такая статья, причем она была написана, подписана именем, я не знал такого астрология, я думаю, что, как бы, это просто было такое негласное разрешение, не мешайте им, а я вспомню еще, так сказать, моего коллегу, это Михаила Борисовича Левина, вот, когда мы вместе создали, собственно говоря, эту Академию Астрологии, тогда она называлась Академия, и был директор, наш директор, это Николай Строчук, ушедший довольно давно, печально ушедший из жизни, но вот удалось протолкнуть астрологию в список официальных профессий, и она там удерживалась, по-моему, года или два, потом как-то я уехал, и как-то, я не думаю, что это было на промысле, но потом ее опять выкинули, и так, у астрологии есть будущее, но я не думаю, чтобы слишком публичное и слишком, так сказать, явное. Так же будет сделано, как и тогда. Так, Виталий Александрович, давайте вопросики почитаем из чата, там очень много благодарностей, Елена Мамонтова спрашивает, скажите, пожалуйста, детей любого десятилетия определяют каким-то особыми качествами, например, индиго и так далее, есть ли здесь связь влияния каких-либо серьезных планет на такое определение? К индиго детям, судя по тому, что я натыкался, я отношусь с большим скепсисом, но если вы посмотрели на, ну, давайте так, одна из методик по космограмме, мы, мои студенты могут находить общую энергетику человека, вот общую, как бы, витальность, энергетику, это трудно определить, но, я думаю, так интуитивно понятно, так вот, у максимальная это 6 баллов, минимальная 0 баллов, ни одного человека на земле с 6 баллов не существует и никогда не будет, и с нулем никогда не будет, но вот в период, сейчас это уже молодые взрослые, в период около 90-го года рождались дети со средним энергетикой выше 5 баллов, при средней 3 балла, вот делайте выводы, но это уже молодые взрослые, это вот, кто сейчас ходит, как бы, уже верхнее, начинает ходить, и здесь вы видели раскладку по планетам, это же танки, это же три ведущих планеты, имеют максимальную силу одновременно, вот, молодое поколение, и разрыв между ними есть, вы видели по возрасту, но эти вот детишки, да, у них есть эти способности, они помощнее своих родителей, и что-то новое они могут и способны делать, хотя бы просто за счет своей повышенной энергетики, а вот индига, я думаю, что это пришло, опять же, из таких мифологем Нептуна, и я думаю, что это нептунианцы, как бы, ну, одним словом, называют объективные вещи, немножко размыто и не всегда конкретно, и поэтому вот возникло такое понятие, это все, что я могу сказать, остальное это уже на вас. Елена пишет, мне 35, и у меня как раз Сатурн, Уран и Плутон в обители, спасибо за такой ценный взгляд в будущее. Я горжусь, что, так сказать, среди моих слушателей есть такие мощные люди, я такими качествами не обладаю и, может быть, немножко завидую, но белой завистью, скажу честно, белой завистью, то, что у меня есть, меня устраивает. Я привык к этому уже. Давайте вопрос, выходите в эфир. Добрый день, Виталий Александрович, большое спасибо за такой интересный доклад. Меня зовут Елена Поспилова, у меня, значит, такой вопрос. Мне кажется опасным, что астрологи не видят, какие могут быть серьезные, пугающие последствия, если астрологию признают там наука или просто признают ее, потому что, смотрите, при таких сильных энергиях Сатурна, Урана, Плутона, при способностях манипулировать людьми и вывести это на государственный уровень, если признают астрологию, то это же может быть опасно тем, что эти знания начнут использовать во вред населения, используют эти данные рождения, нас будут всех строить, так сказать, по ячейкам, а мы же понимаем, как люди, которые имеют знания психологии, что есть компенсаторная еще основа в психологии человека, если где-то он слаб, он может проявиться сильнее в другой области, а это скорее всего эти люди учитывать не будут и мы будем отменять все деньги наличные, мы будем к зависимости у банков и мы будем к зависимости у этих людей с астрологической точки зрения, то есть во что превратится наше общество, нужно ли стремиться к тому, чтобы астрологию признавать вот на таком высоком там уровне пран и так далее. Вопрос очень корректный, очень интересный, ну давайте обратимся к реальности. Астрология давно внедрена в ряд методов прогностики, влияния и так далее. И здесь, как говорится, будет она признана или нет, по-моему, лучше, чтобы была признана, чтобы люди понимали, каким образом на них влияет и кто влияет и как влияет. Вот я просто показал на элементарных совершенно, это ведь не исследование, это просто, ну вот, как бы сказать, такая детская логика, давайте так. И вот из нее вытекают столь важные и интересные вещи, которые в точности описывают то, что вокруг нас происходит. Плюс даже можно, опять же, обратить внимание, никаких не аспектов планет, не перехода из знака в знак не говорю, просто из этих вещей. Поверьте, что на этом уровне и на более глубоком уровне те, по крайней мере, пусть не люди принимающие решения, но те, кто готовят материалы, они в курсе. Это первая вещь. Поэтому здесь, так сказать, расширить, расширить эти знания, дать их, так сказать, чтобы понимали многие люди, это полезно, потому что они будут знать, за какие струны их будут дергать, и, соответственно, более разумно, а не интуитивно либо бороться с этим, либо поддерживать. Это уже будет зависеть от них, потому что здесь я не вижу никакой опасности. Опасность для астрологии я вижу в другом. С 1702 года она выкинута из ранга наук. Опять, я не считаю астрологию наук. Это намного более широкое. Это и наука, и религия, и искусство, здесь и культурология, и опять измерение времени. Ведь все календари это астрология, без исключения. И почему я назвал год 1702 или 1774, по-моему, 1772, это в университете Саламанки был закрыт последний курс академической астрологии, который преподавался рядом с физикой и так далее. То есть наступил век разума, ее как бы выкинули. И проблема астрологии в том, что у нее нет преемственности связей. У них, вот, ну, давайте так, если на конференции математиков, например, по топологии, кто-то выйдет и начинает говорить, а вы знаете что, вот таблица умножения это такая полезная вещь, вот 7x70, 49, вы сразу знаете, если это заучить, то вам намного будет легче заниматься счетом. Все слушатели засмеются, потому что понимают, что с ними шутят. А если это происходит в астрологической конференции, то это воспринимается как нормальное. и поэтому в астрологии, изучив астрологию в течение двух месяцев, если человек обладает даром, так сказать, презентацией, определенным голосом и так далее, он начинает быть как бы равноправным членом, ну, условно говоря, научного сообщества, что совсем не соответствует реальности. Поэтому для того, чтобы астрология вернула себе те права, которые у нее были, ну, скажем, в средние века или в период возрождения и так далее, должны пройти годы, чтобы, опять же, создалась некая система преемственности знаний, цитирования и так далее. То есть, чтобы то, что человечество делает в других областях, делалось в астрологии. За два, три, пять лет это не произойдет. Поэтому здесь я не очень пессимистичен. А вот за то, что все-таки максимальное число интересующихся, этой областью, в том числе, еще раз говорю, полных скептиков. Это очень полезно, и чем больше, и вот каждый из присутствующих в Калойской этаж, школы и так далее, они делают свой вклад именно в это, чтобы расширить понимание, что это того, и больше людей, так сказать, чтобы понимали, что происходит. Вот давайте так. То есть, коротко говоря, я в этом опасности не вижу, потому что опасность уже совершилась, и опасность в том, что нами пытаются управлять методами, о которых мы не знаем. Но все больше и больше мы их узнаем. И знание и не знание астрологии не остановит ни цифр... как называется... ни капитализацию, от слова цифры, да, циферизацию. Да, это, увы, это реальность, и понимаете, в чем дело? Это, с одной стороны, это полезная вещь, с другой стороны, те, ведь каждый из нас ведь не имеет доступа ко всем базам данных, да, у нас нет возможности что-то стереть и что-то добавить, а у тех, кто их создает, есть. Поэтому, если какой-то человек говорит слишком много или неправильно, или несоответствующе, берется клик и все данные о нем отправляются в архив, и у него нет ни медицинской страховки, у него нет ни денег, у него нет прописки, у него паспорта тоже нет, потому что все будет, так сказать, электронно. Вот это, наверное, не очень приятно для любого из нас, это реальность. Виталий Александрович, а в каком году в Советском Союзе запретили астрологию, или это негласно произошло? Специально, значит, так, в России, в России, это до Советского Союза, это был пик, так же, как и в Европе, и в Америке, по крайней мере, в Северной Америке, был возрождение интереса к астрологии, произошло в конце 19 века. В конце 19 века, вместе с возрождением интереса к искусству и философии Востока. И вот здесь и оккультизм, и астрология, как часть оккультизма, это такой резкий подъем. И практически все деятели искусства, писателя, которых все имена, мы знаем, этим занимались. Кстати, Пушкин тоже занимался не астрологией, но другой методикой. У меня была, так сказать, лекция по этой методике. Это такой смесь астрологии классической и харарных вопросов. И она была очень модна в период возрождения. Так вот, 1929 год, астрологическая конференция в Крыму. Это значит, что это, по-моему, конец НЭПа или что-то вот очень близко к этому. Значит, люди сели, приехали, сели в автобус и вот по той информации, которую мне, так сказать, донести, у меня никаких литературных источников об этом нет. Но, как бы, вот, и сели в автобусы, уехали, и больше никто никогда их не видел. Вот, я думаю, что вот этот момент можно считать запретом астрологии. Йога тоже была запрещена, значит, карате, все вот эти восточные виды, тоже были запрещены, хотя, разумеется, использовались и в спецвойсках под другим названием и так далее. Все это оставалось. Но где-то в начале, вот, с начала 80-х годов это, как бы сказать, она еще была запрещена, книги не издавались, в журналах не было никаких статей, кроме ругательных, изредка когда, так сказать, что-то с запада такое приходило, но уже не преследовалось. Вот, давайте так говорить. И из моего личного опыта я могу сказать, что если вы учите астрологии как бы не массово, масса там просто невозможна была в маленьких группах, то вам вас не трогают. Но если в одной из этих групп, пусть даже не ваша, скажем, кого-то из моих коллег, были попытки как бы заняться мунданной астрологией, сказать, что будет и так далее, человека тут же вызывали и с ним проводили беседу. Вот, не сажали, ничего, человек возвращался, все нормально, это был не я, это я сразу говорю. Ну, как бы, но он понимал, что вот учить знаком зодиака можно, а вот глупостями заниматься нельзя. И это 80-е годы, это 80-е годы. А с 89-го, я говорю, это уже было как бы так, не глаз разрешено, и уже масса книг выходила, и те, кто помнит эти времена, я думаю, понятно. Так что 29-й год, по моему мнению. Виолетта Варго, выходите в эфир, задавайте вопрос. Так, я хотела спросить, у меня вот такой интересующий вопрос, почему планета, как бы, в обители, она сильнее, чем планета в изгнании или в падении? Если посмотреть даже какую-то российскую, допустим, историю, даже вот эту недавнюю, которая происходит на данный момент, все-таки Путин у нас весы, и солнце у него находится в падении. Если брать Зеленского, то Зеленский водолей, солнце находится в изгнании. Если брать, допустим, даже Ельцина, Ельцин у нас тоже был водолей. У Менькова была такая очень хорошая теория, что каждый человек, имеющий какие-то планеты в падении, в изгнании, имеет некие такие комплексы, которые добирают через противоположный знак, чтобы избавиться от этого комплекса. И посему, так как я водолей, и как водолей, я скажу, что я человек упертый, но только потому, что я добираю противоположный знак. Вот такой вопрос. Сильна ли более планета в обители, либо сильна планета в изгнании или падении? Понял. Мне понадобится, Тамара, ваша помощь. Вы можете первую, по-моему, четвертую страничку с табличкой? Так, сейчас, сейчас, секунду. Это просто будет легче. Я могу говорить, но визуально это будет как бы понятнее. Это в самом начале. Вот я просто так для удобства показал тем, кто... Вот это? Вот, 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 вот посмотрите. Значит, есть здесь знак зодиака. Вверху это планета, владеющая знаком. Это самая сильная у нее по афетике 6 баллов. внизу у нее 0 баллов. Это планета в изгнании. Ну, первое. Давайте посмотрим. Это действительно самой слабой планетой в конкретном знаке является та, которая в противоположном знаке самая сильная. И поэтому это как бы перевернутая иерархия. Вот посмотрите, в весах у нас наверху Венера, а в противоположном знаке Овня она в самом низу. Увидели, да? Ну, вот, давайте к Водолею придем. Значит, у Водолея на самом верху Уран и Сатурн, да? А в самом низу Солнце. Противоположный знак это Лев. У него самое яркое вот Солнце, оно в обители, а Сатурн и Уран в самом низу. Ну, теперь давайте из общих соображений. Не будем привязывать конкретно к Водолею, потому что Водолеи он никак другие, да, но это я, конечно, шучу. Я еще раз говорю, в моей семье Водолеев так много, что у меня глубокий личный опыт общения, значит, причем и мужская часть, и женская часть, все это. Значит, как вы думаете, кто ярче, постоянно ярче, ярко выраженный Лев или ярко выраженный Водолей? Иногда Водолеи бывают агрессивно самодемонстративны, но они не могут физически это делать долго, они устают. Если они вышли на сцену и вот наконец-то они получили максимум внимания, они думают, вы можете может быть подтвердить, а может опровергнуть, зачем мне это нужно, ну стою я здесь, ну и что толку? Ну, да, я доказал себе, что я это могу, могу быть самой яркой, красивой, а теперь пошли они все, я займусь чем-нибудь, что меня больше интересует. Для Львов солнце быть ярким это потребность, они постоянно ярки, постоянно самодемонстративны, постоянно закоют комнаты и понимают, что их место в центре комнаты, а не где-то в углу и так далее. А водолей может в эту комнату там, где случайно вообще не прийти, что им там делать? Поэтому вторая вещь, скажем, солнце это энергетика и вообще-то говорят люди с сильным солнцем, они быстрее восстанавливаются после усталости. Водолей не так быстро восстанавливается после усталости. Поэтому однозначно это утверждали я все-таки во многих своих так сказать и новых вещах всегда стараюсь, чтобы они соответствовали классической астрологии. было сказано, что, например, злая планета, когда она в каком-то прогнозе, лучше, чтобы она была сильной, потому что она предсказуема. Да, это зло, но ты знаешь, что от него ожидать. А когда слабая злая планета, это намного хуже, потому что ты не знаешь, что от нее ожидать. Она может вообще пропустить и ничего не случится, но само ожидание это очень неприятно. Более неприятно, чем иногда сам негатив. А иногда это может быть так плохо, что даже ни одно сильное до этого не дойдет. Поэтому здесь вопрос скорее о том, как ведут себя планеты в изгнании. А ведут они себя неадекватно области, в которой они если это Солнце, то это иногда сверхдемонстративность. Такая утрированная самодемонстративность. Мы знаем, что удаляем она присуща. Но это ненадолго, потому что им надо отдохнуть. Это постоянно быть на виду, это не их. Им нужно быть необычными и довольно упертый знак, между прочим. Там Сатурн мягко говоря не слабый. Второй вариант. Зачем мне это вообще не нужно? То есть отрицание. То есть либо пере, либо недо. Есть еще один вариант. Это когда слабое качество, а в данном случае энергетика все-таки ослабленная, поэтому закрыть это слабое место своим сильным. И там, где надо быть на сцене и проявлять какую-то яркость, заметность, самодемонстративность, это заменяется либо Ураном, либо Сатурном. Либо такой, вот я сказал, вот так и будет, и вот умру, чтобы только так. Либо наоборот, вот я сделаю что-то сильно необычное, там, где надо быть ярким и постоянно светить и греть другим. поэтому однозначно и без всяких вариантов сильная планета это планета во владении, а дальше их сила уменьшается, но в каждом знаке своя иерархия сильного и слабого. Слабое это, опять же, это не всегда плохо. Вот дело в том, что это то, чем мы занимались на первом семестре нашем. Значит, вот давайте посмотрим на Венеру волнен. Мы понимаем, скусом так себе, так в среднем, у ярко выраженного он, мы понимаем, что за всю историю Земли не было ни одного человека, который бы полностью соответствовал всем свойствам знака Зодиака. Ни одного простой причине за всю историю Земли, это данные из астрономии, да, расчетов, что все десять планет никогда не собирались в одном знаке и, скорее всего, никогда не соберутся. То есть, это как бы вариант. Но теперь смотрим на Овна. То есть, со вкусом так себе любовь к ярким нарядам, контрастным нарядам и так далее. Но если нам нужно найти договоренность, быстрый компромисс на поле боя, как вы думаете, кто это лучше сделает? Венера в Овне или Венера в весах? Вот ваше мнение. Я думаю, я вообще не думаю, что Венера отвечает за общение, за коммуникацию. Я всегда беру такую планету, как Херон. Он все-таки соуправитель весов и тюльца. Во-первых, Херон это отдельная история. И можно я еще скажу, икона вообще в истории, ну, наверное, в последней икона стиля это все-таки Мерилин Монро. А у Мерилин Монро Венера была в Овне. Как у Риана. Она была утрирована самодемонстративно, если вы помните. Ну, она создала по Овну свой собственный стиль. Конечно. Уважаемые участники консеренции, спикеры и слушатели, время все, я понял. Отжимает вопросы. Спасибо вам большое за ответы. Дискуссии прекращаем. Большое спасибо. Вопрос очень адекватный. Здесь про, так сказать, про астероиды я не хочу сейчас вообще говорить. Немножко другая тема. Давайте. Значит, Венера в Овне на поле боя. Мы подискутируем уже один на один. Хорошо. Спасибо. Прекратить на сегодня дискуссии. Мы просто немножко в Овне. Немножко. Тамар, дайте закончить все-таки фразу. Венера в Овне на поле боя на поле боя намного более адекватно для коротких и быстрых переговоров в острой ситуации, в критической, чем любая другая Венера. Таким образом, любая планета в изгнании энергетически слабая, она может быть очень продуктивна в очень узкой сфере, соответствующей тому знаку зодиака, где она находится. Во всех других она слаба и неадекватна. И это относится к любой планете в изгнании. Да. Виталий Александрович, давайте мы просто будем безумно рады на встрече нашего Остроклуба, также в Зуме, где мы по времени неограниченным, где выступают с закладом, можно спорить, дискутировать все подряд. Вот он у нас проходит во второй, четвертый, четверги каждого месяца по три спикера. И там у нас нет жесткого тайминга. Увы, сегодня ваш просто доклад это заключительный нашей конференции. Я очень благодарен организаторам, это очень здорово. К сожалению, вторник и четверг каждый, каждый вторник и четверг у меня лекции в нашей школе, поэтому все дни недели кроме пятницы, поэтому был бы очень рад, но просто физически. Ну, тогда будем ждать вас, если вы прилетите в Россию на очной конференции. С удовольствием. на следующих встречах конференции обязательно. Вот. Мы поздравляем всех с окончанием конференции, останавливаем.